Супер, коллеги, всем привет! Смотрите, я буду рассказывать о том, как я все сломал. Потому что, ну, мне кажется, что истории о том, как все сломать, они гораздо важнее, гораздо интереснее, чем success story. Я потом остановлюсь на этом поподробнее. А сейчас еще расскажу, почему меня стоит вообще слушать. Кроме того, что я завалил кучу проектов, я еще, в общем-то, работаю в IT 13 лет уже. Я работал в DataArts, а потом в другой компании, BridgeQuest, которая называется, как бы потом снова в DataArts. В среднем больше 15 проектов у меня было. Я думаю, что, может, уже больше 20. И я сейчас на позициях лида по контролю качества, консультанта проектов по контролю качества и иногда project manager. Вот тут всякие есть еще контакты мои на всякий случай. О чем пойдет речь? Смотрите, есть такая штука, называется фундаментальная ошибка выжившего. Ее в своей книге про нее рассказывал Талиб. Про нее можно почитать еще биографию, например, Абрахама Вальда. Или есть еще такой человек Стивен Левитт, который написал фрикономику, он тоже про это пишет. В чем она заключается? У Талиба это описано так. Есть довольно-таки много, довольно-таки распространенный древнегреческий сюжет о том, как греческие моряки во время шторма молятся богам. Боги видят их молитву, море становится спокойным, греческие моряки спокойно наплывают до берега. Ура, ура. Какое следствие мы можем из этого сделать? Помолился, добрался до берега. Но проблема в том, что мы ничего не знаем про тех моряков, которые не добрались до берега. Возможно, они тоже молились. Учитывая, что там было довольно-таки религиозное общество, скорее всего, они тоже молились. Но так как они до берега не добрались, мы ничего не можем об этом сказать. Провальдые самолеты во время Второй мировой войны, по-моему, это было у британцев, они начали беспокоиться по поводу того, как правильно распределить броню по самолете. Потому что забронировать весь-весь-весь самолет невозможно, он тогда просто не взлетит. Поэтому нужно было понять, какие жизненно важные части есть у наших самолетов, чтобы когда немцы будут по ним стрелять, чтобы они не упали и не умерли, чтобы эти части выдержали побольше. То есть эффективный расход брони. Они начали изучать те самолеты, которые вернулись на аэродром, начали смотреть те места, в которые больше всего было попадение, и решили, что нужно больше брони поставить туда. Но, собственно говоря, Абрахам Вальд немножко подумал и сказал, что нет, ребята, смотрите, в эти места у нас попало очень много пуль, а самолет все еще вернулся. Нам не нужны самолеты, которые вернулись. Нам нужны самолеты, которые упали. И нам нужно посмотреть, куда стреляли в те самолеты, которые упали. И больше бронировать именно те места, которые не дали самолету долететь до аэродрома. И Стивен Левитт вообще очень тоже хороший автор. У него очень много классных... У него в основном серия про фрикономику. Там, по-моему, сейчас уже три книжки вышло. Они очень хороши, у него есть статьи. В какой-то момент, все знают, наверное, эти книжки из серии «10 секретов успеха Стива Джобса», «10 секретов самых лучших корпораций» и так далее. Стивен Левитт взял в районе 10 книг, которые были написаны, предположим, на тот момент, на 2002 год, а он взял в 2012 году. Начал анализировать. Эти книжки рассказывали про историю успеха разных корпораций. Они рассказывали, что вот сейчас вот эта корпорация на передовой, потому что она делает то-то-то. Штука была в том, что 80% корпораций, про которые он в 2012 году читал книжки, написанные в 2002, в 2012 уже загнулись. То есть эти истории успеха провели их удачно в 2002, а дальше с ними что-то пошло не так. Дело в том, что, на мой взгляд, истории успеха хорошо нам помогают, когда у нас есть какой-то один рабочий алгоритм. Если мы придумали, что делай так, как бы все будет работать, копаем ямку, сажаем картошку, поливаем ее, ждем, собираем урожай, все отлично. Тогда вот история правильного алгоритма, она работает. Как сделать самый лучший Биг Мак? Пожалуйста, алгоритм. Как посадить картошку? Пожалуйста, алгоритм. Программа тренировки, я не знаю, какая-то. Пожалуйста, алгоритм. И то его уже тоже нужно будет постоянно подтюнивать, как-то менять. Проект отличается, проектная деятельность, то, чем мы занимаемся в IT, она отличается от конвейерной деятельности, от деятельности, где подходит этот алгоритм. В проекте история успеха может не работать, потому что в проекте слишком много внешних факторов. Каждый проект мы собираем заново. Каждый раз мы можем использовать какие-то ноу-хау, мы можем использовать какие-то кейсы, можем использовать какие-то очень базовый скелет какого-то алгоритма, но каждый раз нам приходится решать на местности, что мы будем делать дальше и как мы будем делать дальше. И поэтому, если мы будем следовать алгоритму, то это нам не поможет. Но если мы будем знать, какие штуки точно взрываются, какие штуки точно могут сломать наш проект. Эти штуки, очень возможно, будут примерно одинаковыми. И знания, где заложены мины, они могут нам помочь. И они могут нам помочь гораздо лучше, чем знания того, как кто-то придет и скажет, что мы делали все так, и все получилось. Потому что мы делали так, и все получилось. Это, скорее всего, еще случай встал так, что у него все получилось. Скорее всего, там была куча всяких вещей, про которые он даже не подумал, что все получилось. Он помолился богам, и шторм закончился, его вынесло на берег. Он рассказывает, что все получилось, ребята, просто молитесь богам, все будет отлично. И не совсем так это работает. Еще, ну, в общем-то, давайте пойдем дальше. Здесь наверху должно быть не успеха, а успеха. Я хотел рассказать о том, в каком случае мы можем действительно использовать историю успеха. Нам нужно понимать, чем все в итоге кончилось. Вспоминаем того же Левита. Нам нужно понять, что окей, человек рассказывает о том, как они все сделали, и все классно. Оно классно до сих пор. То есть мы на определенном среде. История МММ и всех плащиков МММ – это история успеха, просто невероятного. Но в итоге что-то где-то там иногда пошло не так все-таки. Нам нужно знать полный контекст. Не просто я сделал то-то, и все получилось. А нужно знать еще и все, что вокруг происходит. Вы можете общаться в баре со своим другом и спрашивать у него, а как ты устроился на такую классную работу? Он сказал, я не знаю, я пришел в отдел кадров, сказал, я Вася Пупкин. Мне сказали, берем. Тут есть немножко контекста. Возможно, директоры этой фирмы зовут Петя Пупкин. А мы об этом не знаем, и поэтому нам кажется, что для того, чтобы устроиться на классную работу, нужно прийти и сказать, я Вася. Мы должны точно, когда мы поняли, что любая наша штука, любые действия, которые нам говорят как успешный алгоритм, они к чему-то приводят, мы должны найти точки перехода. Точки, когда все начинает сваливаться. Точки, когда этот алгоритм начал работать и так далее. Они нам помогут понять, когда тот контекст, в котором этот алгоритм работает, похож на наш контекст. Потому что если точки перехода меняются, то это про то, насколько внешняя среда влияет на то, что у нас происходит. Мы должны посмотреть на то, что получалось у конкурентов. Потому что если у нас есть 10 конкурентов, которые все относительно их истории успеха, относительно их алгоритмов делали одно и то же, но один выжил, а все остальные умерли, то, скорее всего, секрет того, что этот выжил, не вот в этой истории успеха, потому что она одинаковая у них у всех конкурентов. Скорее всего, секрет в чем-то другом. И нужно попытаться найти, в чем именно. Ну и выйти на мета-уровень. Не формулировать задачи, чтобы не болеть, я надеваю шапку. А формулировать задачи, формулировать любые алгоритмы успеха условного, как, чтобы не болеть, я надеваюсь по погоде, например. А здесь должно было быть неуспеха. Кажется, что истории неуспеха гораздо проще ложатся. То есть ты просто знаешь, чего избегать. На самом деле нет. На самом деле с ними та же примерно история. С ними тоже нужно думать про контекст, тоже нужно думать про конкурента и тоже нужно держать в голове какую-то мету. Поэтому я сейчас буду рассказывать истории своего неуспеха, а вам нужно будет… А что, почему? Почему мы все так делаем? Вот это? Класс, слушайте, гораздо лучше стало. Потому что это клевая, умная мышка. Окей, люблю, когда мыши умнее меня. Вот, и… Ну, чем я не стоялся? Да, и, короче говоря, мы попробуем проанализировать то, что я говорю, не просто как одноразовое, надевать шапку, не надевать шапку, а масштабно, да, попробуем выйти на мета-уровень и сформировать какие-то, сформулировать какие-то мета-правила, чего делать не стоит или чего стоит делать, чтобы ваш проект не умер, как мой. Подождите, нет. Вот. Я расскажу про топ-10 ошибок, как бы, да, которые я смог выделить грустными зимними ночами, анализируя, что пошло не так. Итак, первое. Я только заступил, как бы, на роль project-менеджера. До этого я довольно-таки долго лидировал QA-командой. Я хорошо понимал, как бы, да, что, в принципе, происходит в проектах и так далее. Вот. И я понял, что периодически у меня есть ощущение, что я ничего не делаю, что вроде как работа сильно сложнее должна быть, но я что-то ничего не делаю. Тут поделал, тут поделал, тут вот прям чувствовал, что я там целую неделю хорошо, серьезно пахал, как бы написал какие-то большие документы, договорился с заказчиком, выбил себе людей. Вот они все начали что-то делать, а я теперь ничего не делаю. Сижу как-то и типа, странно. Ладно, может быть, взять себе еще один проект, еще один проект, еще один проект. Так я набрал себе как раз там четыре проекта одновременно, только-только вступив на роль менеджера. Нормальные люди так не делают, и вы так не делаете, пожалуйста, никогда. Почему это происходит? Потому что, в принципе, пока вы не суперкрутые, как бы, да, ваша загрузка как менеджера будет волнообразной. Как только вы станете суперкрутые, вы сможете очень хорошо регулировать свою нагрузку именно там какими-то инсайтами, какими-то апселлами, как бы, пытаясь там, типа, проанализировать проекты на более мета уровне. Но пока вот тот стиллсет, который, вот то, что вы умеете как менеджер, да, это какой-то очень базовый набор по поддержанию жизнедеятельности проекта, внутри этого базового набора нагрузка, она будет волнообразной. Она будет то больше, то меньше. И это нормально. И нужно оставлять для себя буфер. Потому что если вы его не оставите, то в тот момент, когда вы, например, взяли на себя несколько проектов, у вас эти волны как бы пересеклись и наложились друг на друга в пике, все, смерть, кладбище, очень плохо. Еще одну штуку, которая для меня была, ну, такой неожиданной относительно, и к которой я не мог привыкнуть, потому что у меня инженерный бэкграунд, когда я был кей-менеджером, я очень много все равно работал руками. Это то, что, например, совещание — это тоже работа. Это было очень странное чувство, потому что ты целый день как будто бы ничего не делал, ты не мешки ворочал, ты целый день тупо разговаривал с разными людьми, разные темы. Эти люди потом пообещали тебе, что они что-то сделают, и ты даже не взял на себя никаких обязательств, чтобы что-то еще делать, которые могли бы тебя нести. Но при этом к концу этого дня ты чувствуешь себя выжатым, как лимон, ты не понимаешь, что происходит. Ты же вроде ничего не делал. Надо вроде бы еще что-то поделать, но не могу, руки-ноги там подкашиваются, отказывают и так далее. Потому что совещание — это правда работа и тяжелая работа. Даже если вы не интроверт, выпиханный в экстраверты, как бы менеджеры, который должен управлять людьми, а гораздо лучше бы паял бы платы. Даже если вы изначально человек, который любит общаться и так далее, как только это начинает превращаться в работу, это начинает быть тяжелой работой. И еще одна штука, которую я не учитывал, когда пытался спланировать свою нагрузку, то, что я должен менеджерить не только всех, но и себя. И это было такой неожиданным инсайтом, что на планирование своего собственного времени мне нужно выделить еще время и хорошо его запланировать. Хорошо понять, что я за ресурсы и так далее. Какую вот эту? Я хочу не кликать, подождите. Второе как бы, да? Случилось разное на самом деле. Мы подойдем к этому в конце. Подожди, ты как будто бы хочешь узнать, выжил ли главный герой. Подожди, подожди. Не, ну так или иначе, ничего прям вот совсем критичного не случилось. Ну где-то бюджет в два раза вышел, где-то заказчик, она теперь плохо говорит везде. Нет, такого не было на самом деле. Ну то есть... А? Ну закончились. Успешно это сложный вопрос, но закончились, да. Окей, следующая история. Вы сначала подумали, что вы ничего не делаете. Вы навалили на себя побольше разной работы. И вы становитесь узким местом. Еще как бы, кроме того, что вы навалили на себя работы, вы еще ощущаете, что вы ничего не делаете. Например, если у вас хорошая команда, если у вас грамотный тим-лит, грамотный коа-лит, как бы грамотный BA, они могут все ваши менеджерские обязанности более-менее между собой перекрыть. Вам останется только как бы в джире таск двигать и за всеми записывать. Потому что BA передоговорился с заказчиком, уже ему что-то проапселил. Коа-лит уже поставил весь процесс как бы тестирования и в принципе процесс, потому что он уже там и этих самых девелоперов построил и сказал им, что нет, ребята, если вы будете делать таспи так, тогда я смогу их протестировать. Если по-другому, тогда идите отсюда все. Вот там, я не знаю, тим-лит разработчиков уже наладил все ревью, придумал архитектуру, все расписал и тоже как бы показал BA, они вместе заказчику это продали еще раз. Все отлично, тебе ничего делать не надо. И тогда, ну, кажется, что это неправильно, кажется, что ты же менеджер, ты же должен держать руку на пульсе, за всем следить. Я начал встревать как бы во все коммуникации, я начал быть промежуточным звеном во всех коммуникациях. Те, которые люди могли, в общем-то, сделать напрямую, я пытался там тоже поучаствовать. Тоже плохая идея как бы, да? То есть в принципе это можно делать, но в меру, потому что в итоге, в какой-то момент я понял, что я сам по себе поставил процесс таким образом, что он отнимает у меня время просто так, на то, что я читаю документ, который я не понимаю, чтобы его сопровить другим людям, которые его понимают. Я абсолютно бесполезное промежуточное звено, которое просто замедляет ход проекта, который не должен там быть. Что дальше? Следующая штука, которая тоже возникала из-за того, что у меня нагрузка была неравномерной или еще что-то, это если вы менеджер, который вышли из инженеров. У инженеров есть такое понятие, как интересные задачи и неинтересные задачи. И хочется заниматься интересными задачами, а неинтересные задачи отдать кому-нибудь. Или просто зарыть, закопать. Там можно много разных, если как бы грамотный инженер, ты умеешь работать с той же там, джирой или другой как бы таск-трекинговой системой, можно закопать неинтересную задачу так, чтобы ее нашли через полгода какие-нибудь другие люди уже в другом проекте и так далее. У менеджера нет такого понятия, как интересные и неинтересные задачи, к сожалению. Поэтому были моменты, когда я неправильно расставлял приоритеты. Еще одна загвоздка в том, что приоритеты очень много акторов, очень много людей, которые вовлечены в это. И поэтому у меня есть приоритеты команды, у меня есть приоритеты те же самые инженеры, которые приходят к тебе и говорят, что я хочу делать вот это. В скобках при себя добавляют, потому что это клево и интересно, а тебе вешай лапшу, потому что без этой фичи мы никак не обойдемся. При этом есть приоритеты для компании. Компания может хотеть там тоже чего-то одного и что-то быстрее показать этому заказчику или еще что-то. Есть приоритеты у заказчика, при этом у заказчика это тоже не какая-то одна условная математическая точка. Там может быть куча народа, у которых тоже очень свои приоритеты. Есть приоритеты для его бизнеса, и он иногда сам не знает, какие приоритеты для его бизнеса. Ему кажется, что ему нужно сделать, я не знаю, очень-очень красивую презентацию, а на самом деле ему нужно сделать очень некрасивую опишку, там я не знаю, или еще что-то. Есть риски, про которые тоже нельзя забывать и которые нужно тоже постоянно пересматривать, иначе мы можем тоже как бы уйти непонятно куда. Четвертое, что я понял для себя, это то, что лажают абсолютно все. Сначала мне казалось, что есть юниоры, они лажают как бы много, есть медлы, они тоже иногда лажают, но поменьше, есть сеньоры, они не лажают никогда, а заказчик вообще всегда прав. Нет, это не так. Лажают абсолютно все всегда, просто если ты юниор, то ты скорее всего налажаешь очень как-то вот в какой-то маленькой коротенькой штуке, которая будет изолирована, никому особенно не навредит. Если ты сеньор, то ты налажаешь по-серьезному, ты как бы можешь завалить весь проект, там одной недели своей работы неправильной, без проблем. А самое классное, это то, что заказчики тоже лажают, очень не любят это признавать, а если вам попался очень хороший заказчик, который это признает, то это тоже вам не помогает, потому что в общем цель, как бы критерий успешности проекта, чтобы сделали то, что нужно, и все остались довольны. Если заказчик неправильно сформулировал вам то, что вы должны ему сделать, вы ему сделали это абсолютно неправильно, он к вам пришел и сказал, да, ребят, это я был виноват, но вообще-то как бы это говно, с которым мы никуда не сможем поехать, поэтому извините, мне, наверное, придется искать другого вендора там или еще что-то. То есть тоже не помогает, тоже за этим нужно следить. Ну и самое главное, конечно же, то, что лажаешь ты, и ты лажаешь больше всех. Вот. И ты будешь периодически лажать, и важно здесь не страдать, не уходить в постоянный цикл как бы осознания своего ничтожества. Да, нужно делать выводы, нужно как бы понимать, что ты сделал не так, чтобы в следующий раз сделать это лучше. Директор нашей компании, Миша Завелийский, рассказывал очень хорошую метафору, которая мне очень сильно понравилась. Ну, то есть это не метафора, это какое-то жизненное правило, которое, мне кажется, очень хорошо может быть применимо на чем угодно. Когда они учились, по-моему, как раз там в стокгольмской школе получали MBA, там было довольно-таки много бизнес-игр. И вот идея бизнес-игр любых, ты выиграешь бизнес-игру, если ты будешь не сильно ошибаться. Ты не можешь как бы типа все делать абсолютно всегда правильно. Важно ошибаться чуть-чуть. Важно, как только ты видишь большой риск, что ты можешь совершить серьезную ошибку, отойти и ошибиться немножко. И в итоге ты как бы постоянно чуть-чуть ошибаясь, выиграешь у всех тех, которые делали правильно 9 из 10, а на 10-м положались как бы невероятно, потому что вот это зависит от риска как бы. Это как, есть такое понятие в покере, например, тилтовый игрок, который очень-очень потихонечку играет, как бы никогда не ставит все, как бы не давит всех. Это неинтересно. Когда ты смотришь на это в кино, тебе кажется, что это скучно. Но это одна из самых выигрышных стратегий, в общем-то, если ты не суперкрутой психолог, который не может закинетизировать всех вокруг. Потом из того, что все лажают, просто явным выходит то, что у нас будет искажение как бы вот нашей картины мира, наших планов, наших эстимейтов. Они все будут врать. Более того, самое ужасное здесь то, что у них будет мультипликативный эффект. То есть, например, у вас есть какой-то project-план. У вас в этом плане там какой-то из девелоперов нарисовал, что ему нужно там, не знаю, там одну неделю на одну фичу, две недели на вторую фичу, три недели на третью фичу, две недели на четвертую фичу. Первую фичу он делает не за неделю, а за две недели. Это значит, что все остальные его эстимейты должны тоже умножить на два, а не просто сдвинуть на неделю вперед и сказать, ну окей, значит, мы идем с этим. Более того, если он сказал, что он ее делает за неделю, а сделал за три дня, скорее всего, это значит тоже, что все его остальные эстимейты нужно умножить на два, не поделить. Поделить не работает. Работает умножать. Когда кто-то ошибается в эстимейтах в любую сторону, лучше всего его оценки умножать. Ну, в общем, да. Дальше, как бы, да, когда мы, вот у нас получилось, что у нас полетели планы, да, потому что все налажали, потому что планы были немножко неправильно подготовлены. Ты начинаешь бегать туда-сюда, и ты начинаешь заниматься микроменеджментом. Ты начинаешь как бы там больше репортовать заказчику, чтобы у него была большая прозрачность, а чтобы ему чаще репортовать, тебе нужно чаще общаться со своей командой, поэтому ты подходишь, и как вот ребенок в машине такой начинаешь. А уже готово? А ты уже сделал? А уже сделал? А уже сделал? Можем надо давать тестирование? Уже готово? А уже протестировали? Ребят, а уже протестировали? Готово? Не готово? Можем отгружать заказчику? Можем демо делать? И так далее. Задалбываешь… Задалбываешь всех, задалбываешь всех очень быстро, все начинают тебя ненавидеть, все начинают от тебя шхериться, все начинают от тебя убегать, как бы. В общем, хуже и тебе, и команде. Более того, ты начинаешь приучать к заказчику о том, что каждые 15 минут есть актуальный срез того, что происходит. И вот она работа, вот она идет. Не какой-то дискретный величиной по дням, например, а вот прямо можно посмотреть каждую минуту, что именно сейчас происходит. Заказчик привыкает к такому уровню репортинга и дальше хочет от тебя его дальше. И даже если кризис пройдет, тебе все равно придется задалбывать команду дальше и задалбывать себя дальше. И есть шанс построить извращенную систему. Произвращенная система, прям можно запомнить это название и потом почитать. Это довольно-таки интересно. Вкратце, это система, у которой цель оставить тебя внутри. Я думаю, что вы сталкивались, может быть, сами не работали, потому что для IT это все-таки более редкая история. Наверняка вы сталкивались с историями, когда какой-нибудь ваш знакомый рассказывал о том, что ему недоплачивают, что ему постоянно его просят остаться на сверхурочной, постоянно его просят сделать что-то еще, что там начальники на него кричат. Но при этом параллельно с этим постоянно рассказывают, что без него все пропадет, что еще чуть-чуть и все, что сейчас время такое, сейчас мы пройдем через кризис, и дальше все станет хорошо, и дальше мы дадим вам долю личной самолет и так далее. И в итоге человек остается в этой системе, как бы управляемый в основном чувством вины. Если вы чувствуете, что вами на работе манипулируют через чувство вины, скорее всего, вы оказались в возвращенной системе, оттуда нужно бежать. Следующее, что со мной произошло после того, как вот это все случилось, мы тоже начинали тушить пожары, и я понял, что вот эти отчеты всякие писать, вот я сейчас могу полчаса потратить на то, чтобы решить 3-4 довольно-таки серьезных вопросов, для того, чтобы найти человека, как бы закрыть дырку, договориться там еще о чем-то, договориться о каком-нибудь там именно тестовом стенде, еще что-то. Или я могу написать большой отчет о том, какие у нас в джире дела. Как у нас в джире дела, можно и так посмотреть, да ну его нафиг, напишу его потом. Это очень плохая как бы идея, это очень плохая стратегия. Причем это то, на что я ловил не только себя, я часто наблюдал, что менеджеры, которые вышли из инженеров, довольно-таки часто начинают пренебрегать отчетностью, как бы когда находятся под стрессом. Потому что когда находятся под стрессом, они чувствуют себя в своей стихии, сейчас, значит, развернись там душа, сейчас начнем как бы все вокруг чикать, все вокруг чинить, все вокруг делать, чтобы оно все заработало все-таки и вышло как бы куда оно должно выйти. А эти мерзкие отчеты бюрократические наконец-то нам не нужны, потому что сейчас мы делом докажем, какие мы молодцы. На самом деле это очень плохо, это то, чего делать нельзя ни в коем случае. Потому что вы снижаете прозрачность, потому что заказчик перестает понимать, что вы делаете. У него и так хаос, он не в вашей голове, он не в вашей курилке, поэтому для него это просто какое-то внезапное молчание после факапа, которого он не может понять. Для вас это героический подвиг, а для него абсолютно по-другому это все выглядит. Растет напряженность, потому что начинаются ошибки синхронизации. Отчеты нужны не только для заказчика, но для того, чтобы синхронизировали действия внутри команды. Если вы таки пораздавали всем задачки, как бы все начали дико-дико-дико делать, и вы потом у каждого конкретно спрашиваете, ну как дела, как бы он, да, сделал, сделал, сделал. Есть шанс, что в итоге команда рассинхронизируется, и кто-то начнет делать что-то не то. Не показывая ваш прогресс заказчику, еще больший шанс, что что-то сделать не то. Например, то есть, да, как бы очень стандартная ситуация. Вы разговариваете с заказчиком, он говорил, братан, оценили вот эту, как бы, фичу, понимаю, что она тебе очень нужна, но там все очень плохо, как бы до этого, архитектура неправильно была построена, если мы сейчас ее навесим, все умрет, как бы, все такое. Он говорит, ребята, очень надо. Ты говоришь, ладно, пойду подумаю. Идешь думать, набираешь еще людей, как-то договариваешься, еще что-то, оверворки там, то, все, как бы. Сейчас мы, значит, окей, хорошо, сейчас мы все выходные пофигачим, и все-таки ее прикрутим. А заказчик со своей стороны подумал, так, раз эта фича не получается у этих пацанов, раз она может все сломать, пойду к своему начальству, договорюсь, чтобы эту фичу исключить, а вместо нее поставить тогда другую. Там другая тоже была хорошая, сейчас пойду всем расскажу, что другая классная, а эта нет. Вот, идет к своему начальству, потом возвращается к тебе, ты ему говоришь, братан, мы все-таки все сделали, как бы. Правда, команда поработала в выходные, сейчас им хорошо бы отдохнуть. Говорит, зашибись зря. Лучше бы не делали, потому что, то есть, нужно постоянно синхронизироваться, иначе все будет плохо. И самое плохое, что когда ты не ведешь этот трек того, что у тебя происходит, у тебя у самого схлопывается горизонт. О чем это? В принципе, как бы, вот характеристика хорошего менеджера, это всегда прокручивать немножко ход своего проекта вперед на месяц, на два месяца, на квартал, неважно, как бы, да, вот по всему ему треку и понимать, в какой момент, что нужно, чтобы заранее подложить подушки, чтобы заранее, как бы, узнать, чего нужно. Потому что, например, все вещи, которые завязаны на каких-то третьей стороны, когда нам нужно что-то со стороны заказчика, когда нам нужно со стороны каких-то дополнительных вендоров и контрагентов, это все вещи, которые нужно продумывать очень сильно заранее, потому что, если нам нужно что-то в понедельник, и мы об этом говорим в пятницу, в понедельник, мы это не получим абсолютно точно. Если нам что-то нужно в понедельник, а мы об этом говорим за две недели, а потом за неделю, а потом в пятницу, скорее всего, мы тоже в понедельник это не получим, но получим хотя бы во вторник, в среду, а не через неделю. И вот этот схлопнувшийся горизонт, это самое плохое, что со мной было, потому что я видел вещи перед собой, и я не видел вещи даже на пару дней вперед. Не видя вещи на пару дней вперед, ты периодически наталкиваешься на какие-то огромные айсберги, на какие-то огромные фичи, которые оказались вне твоего скоупа, потому что вы быстро чинили проблемы с прода. Какие-то, я не знаю, то, что кто-то уходит в отпуск, например, а он тебе был очень нужен, а он тебе про это говорил, но ты про это забыл. И так далее. То есть за этим нужно очень серьезно следить и нужно очень серьезно ловить себя на том, что могу ли я объяснить, что нужно моему проекту и где он будет через условно говоря две недели. Следующая штука, и это касается как раз молодых менеджеров, это баланс помощи. Если вы молодой менеджер, у вас в какой-то момент все будет не получаться, это нормально. Если у вас будет не получаться, нужно запрашивать помощь. Это тоже нормально, потому что если вы не будете запрашивать помощь, то вы просто убьете проект. Но при этом запрашивая помощь, вы не должны переносить свои проблемы, свои головники на людей, которые собственно говоря находят, которые вас курируют. Потому что иначе получается, что вместо того, чтобы решать их проблемы на каком-то более низком уровне, вы наоборот нагружаете их своими проблемами. Скорее всего, они наверняка могут решить ваши проблемы, но их час стоит дороже, и их проблемы стоят дороже, чтобы они все это время тратили на вас. Поэтому имеет смысл понимать, что ваша зона ответственности, она ограничена с двух сторон. Она ограничена сверху, и она ограничена снизу. Внутри этой зоны то, что вы должны делать. Если у вас что-то не получается, вы должны без проблем выходить за нее. Но выходя за нее, вы должны пытаться сформулировать свой запрос так, чтобы он занял минимум времени у того, кто сверху. В принципе, и у того, кто снизу тоже, потому что очень часто эти структуры, они могут быть иерархичными внутри проекта, но при этом абсолютно не плоскими внутри компании. То есть вы, как молодой менеджер, можете управлять архитектором, который, я не знаю, умнее вас в 10 раз, а зарабатывает вас больше в 5 раз. Поэтому сильно нагружать его тоже может быть неправильно. Поэтому важно понять, какие границы вашей ответственности. И важно заступать за эти границы довольно-таки аккуратно. Коллеги, всем большое спасибо. Я надеюсь, что это было познавательно. Я надеюсь, что что-то из этого вынесли. Если есть какие-то вопросы, задавайте их, пожалуйста.